Стасия, прошу на связь. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Павел Юрьевич. Встречаюсь в очередной раз с вами по теме веб-квестов. Напоминаю, что у нас идет небольшой мини-трек. Прошлый вебинар прошел в предыдущий четверг и записей уже на канале Директ Академии. Сегодня мы поговорим с вами про веб-квесты. И в следующий четверг мы закончим этот мини-трек темой разработки дедуктивного квеста. Сегодняшняя тема будет, скажем так, не посвящена какому-то конкретному понятию, как мы разговаривали в прошлый раз, не выяснению того, какое определение точнения, изучение различных способов проведения квеста. Это будет более обзорный, более инструментальный вебинар. Я покажу различные программы и сервисы, которые могут помочь вам в организации веб-квеста. И, как обычно, прежде чем мы перейдем к самим веб-квестам, я напомню вам определение квеста, то, которое вывела я, и то, которое использую уже в своих работах. Квест – это игра, то есть мероприятие с добровольным участием, с понятными правилами, на достижение цели, и эта цель должна быть значима для всех участников, через решение загадок и выполнение заданий. Если какие-то термины сегодня будут непонятны, то вы можете просмотреть предыдущий вебинар, где я давала определение всех терминов, которые использую в своих презентациях. Мы можем разделить все квесты на три большие группы по способу их проведения, то есть по тому, где и как, с помощью каких инструментов мы эти квесты проводим. Первый вариант – это квест реальный, который полностью проходит в оффлайне. Загадки и задания, то, что нужно сделать участникам, выдаются сразу на месте, например, организаторами квеста или агентами-актерами. Реальный квест не может обойтись без артефактов. Даже листочек с запечатанным маршрутом, конверт с заданием или с загадкой – это уже тот или иной артефакт. И именно реальные квесты лучше всего поддаются театрализации, их легче всего сделать атмосферными. Реальные квесты встречаются не так часто. Есть вполне конкретные примеры выхода из комнаты, но помимо них реальные квесты встречаются довольно редко. Могут быть литературные квесты, полностью проходящие в реальности. Могут быть дедуктивные квесты, полностью проходящие в реальности. Но делать реальные квесты сложнее, чем все остальные типы. Хотя во время именно реального квеста проще и удобнее контролировать поведение игроков, понимать, как они ведут себя. Вторая разновидность – это квест виртуальный. Он полная противоположность. Все действие происходит в онлайне. Напишите мне, пожалуйста, в чат, есть ли звук. У кого-то есть, у кого-то нет. Возможно, да. Действительно вопрос в том, что нужно перезайти или обновить страничку. Спасибо. Виртуальный квест проходит полностью в онлайне, а значит, вы можете пригласить стать его участниками заметно большее количество игроков. Виртуальный квест можно автоматизировать, то есть можно подобрать такие сервисы, программы, таблицы, редакторы, которые помогут часть забот переложить спресс-плечь организатора на плечи программы. В виртуальном квесте сложно контролировать игроков. Вы не находитесь физически рядом с ними, вы не видите, что они делают, не слышите их рассуждений. И это, конечно, его большой минус. Виртуальных квестов, примеров довольно много. К ним относятся в том числе сетевые проекты, о которых мы сегодня поговорим немного отдельно. Примеров действительно на самом деле очень и очень много. Я покажу сайты, на которых можно их отыскать. Но чаще всего проводят все-таки не реальные квесты, не виртуальные квесты, а их гибридные варианты. При гибридном варианте игроки действуют, как правило, оффлайн в нашей реальности. А от виртуального квеста, гибридному квесту достается движок. То есть определенные программы, определенные сервисы, которые направляют игроков, выдают им необходимую информацию, подсказывают. Гибридный квест хорош тем, что он помогает автоматизировать часть процессов, но при этом не лишает игроков удовольствия поиграть в реальном мире, пообщаться между собой, взаимодействовать с агентами или с артефактами. Главное требование гибридного квеста – это, конечно, устойчивый канал связи. Это может быть как интернет-канал, так и может быть просто надежная сотовая связь, если вы даете задания по телефону. Может быть, в гибридном квесте канал связи быть какой-то нетрадиционный, необычный, например, расставленные по территории игры колонки, из которых раздается запись какого-то аудиофрагмента. Гибридные квесты встречаются чаще всего, потому что они, во-первых, интересны, интересно сочетать и современные технологии, и традиционную игру в нашей реальности, и при этом какую-то часть забот они с организатора квеста, с автора квеста забирают с помощью использования веб-движков, с помощью использования сервисов, каких-то программ и каких-то приложений. Вот наиболее известными вариантами гибридных квестов являются ночной дозор, энкаунтер, схватка, квестер и другие варианты. Когда задания команды игроков получают с помощью специального сайта, решают они эти загадки и задачки уже в реале. Как я уже упоминала, для гибридного квеста и для виртуального квеста существуют специальные движки. Что это такое, для чего они нужны, и как они могут нам с вами пригодиться. Сам по себе движок – это просто калька термина с английского языка «Engine». Это сайт. Намного реже встречается приложение или веб-сервис, который позволяет основные функции квеста автоматизировать, то есть то, что делают игроки. У вас в квесте они могут, например, решать загадки, а движок может выдавать эти загадки и собирать ответы. У вас могут в квесте быть подсказки, штрафы, автопереходы строго по времени, и движок может помогать их отслеживать и вовремя предупреждать игроков. А полноценные движки автоматизируют все функции квеста. Вот именно что все, 100%. Может быть, конечно, не 100% автоматизация, но в таком случае весь смысл этого движка, конечно, теряется. Основные функции, которые движки автоматизируют, это выдача загадок и заданий и, соответственно, прием ответов, таймеры для назначения автоперехода или штрафных подсказок, или обычных подсказок. Также движки, как правило, сразу подсчитывают победные очки. От организаторов требуется умение работать с каким-то конкретным движком, а все остальное он делает самостоятельно. Если вы скачаете презентацию, ссылка находится в правом верхнем углу, значок листа с загнутым уголком, то вы сможете пройти по всем приведенным в ней ссылкам и посмотреть какие-то конкретные примеры. Я поставила здесь ссылки на наиболее популярные движки городских игр, Дозор, Энкаунтер, Квест Инжин и Двенадцать Кодов. Двенадцать Кодов – один из последних разработанных вариантов и, наверное, один из самых дешевых как раз в использовании. Как правило, на этих сайтах, на основных сайтах, есть статьи для новичков, есть какие-то примеры, которые могут показать где-то в формате статьи у более старых движков, у более новых движков в формате видео на Ютубе. Перед вами сейчас находится скриншот с видео «Двенадцать Кодов». Как организаторы заполняют задания на игру, вводят примеры подсказок, оставляют комментарии. Справа тоненькая полоса – это движок энкаунтера. И здесь как раз видите бонусное время, то есть движок автоматически начисляет дополнительное время команда, подсказки и приемы ответов. Причем ответы, как видите, в самом низу, правый нижний угол, можно вводить по-разному. Это движок предусматривает разные варианты, и организаторы могут предложить участникам принимать, например, ответы, записанные как латиницей, так и киринцей, как с цифрами, так и без цифр. Можно будет смотреть довольно большое количество вариантов. У каждого движка есть, конечно, свои особенности и свой определенный функционал. И хотя по большей мере они пересекаются, позволяя автоматизировать примерно одни и те же функции, все равно у каждого есть свои особенности. И очень сильно отличаются у них редакторы заданий. То, насколько легко и удобно вводить тексты загадок из заданий. Как добавляются картинки? Можно ли их просто загрузить в сервис, или нужно сначала закачивать на специальный сайт и вставлять какую-то конкретно определенную ссылку? Можно ли быстро скопировать большое количество заданий или подсказок? Довольно часто бывает большое количество подсказок приходится забивать, и на некоторых движках это очень неудобно. Каждый раз приходится делать вручную. Какие форматы медиа поддерживает этот конкретный движок? Как реализован переход на другие сайты? В формате квеста, где победные очки считаются по времени, очень сильно влияет то, насколько движок хорошо работает под нагрузкой, когда, например, одновременно 100 человек заходят и начинают на нем работать. И, конечно, у каждого такого движка есть своя стоимость использования сервиса, и для кого-то она может показаться слишком высокой. В принципе, самая низкая цена, самый нишевый движок, который я видел, это в 12 годов, у него стоимость одной игры 1200 рублей. И дальше уже цены уходят, скажем так, в индивидуальный расчет для организаторов. Какие-то сервисы при разработке первое время бывают бесплатными или дают скидки для некоммерческих организаций, но из основного перечня, из самых лучших движков, бесплатных даже в каком-то тарифе, в какой-то премиум-версии ни одного не существует. И теперь, когда мы с вами знаем, что такое движок и для чего он нужен, мы можем сформулировать определение веб-квеста. Веб-квест относится к виртуальным квестам, он полностью проходит в онлайне. Он не использует движок, то есть не использует какой-то конкретный сервис, и весь функционал собирается из отдельных программ и отдельных сайтов. При подборе вот этих вот программ и сервисов организаторы в первую очередь обращают внимание на функционал только те функции, которые нужны для данного конкретного квеста. Бесплатность сервисов или, по меньшей мере, фремиум, их варианты, да, от реальной демо-версии, и открытость и доступность, чтобы участникам не пришлось регистрироваться на каждом новом сервисе, заводить логины и пароли, каждый раз настраивать личные кабинеты. Идеальный вариант, когда весь веб-квест доступен по одному логину, паролю, который выдают либо организаторы, либо, например, который позволяет авторизироваться из социальной сети ВКонтакте или из e-mail Google. Это самый лучший из возможных вариантов. Так, как скачать презентацию в мобильной версии? Татьяна Викторовна обычно презентацию в облачной сервисе грузила. Павел Юрьевич вам выдал уже ссылку на Dropbox. Павел Юрьевич, может быть, если эта ссылка работает, стоит ее в чат положить, потому что я знаю, что многие заходят с мобильных устройств. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем. Нажмите, пожалуйста, на огонек те, кто проводил веб-квесты, те, кто организовал, прописывал и использовал какие-то сервисы. Нас сегодня почти 200 человек. Посмотрим, сколько из нас работало с квестами раньше. Я тоже нажму, потому что тоже веб-квест с веб-квестами раньше работал. Те, кто организовывал веб-квесты, те, кто использовал какие-то сервисы, я думаю, будут активно сегодня комментировать те сервисы и программы, которые я буду показывать, делиться какими-то своими находками. А я в дальнейшем, возможно, добавлю ваши подсказки, ваши сервисы в другие свои вебинары, в другие свои разработки по квестам, чтобы у нас собралась такая большая коллективная база. Итак, сейчас я буду показывать этапы разработки и проведения веб-квеста и те сервисы и программы, которые можно использовать для их автоматизации. Напоминаю, что автоматизация может быть как стопроцентная, то есть с организаторов полностью снимается какая-то нагрузка, так и частичная, когда только какая-то часть работы снимается. Большая часть автоматизации идет через таблицы Google, в крайнем случае через таблицы Excel, которые потом переносятся в Google, открываются как Google-версия. То есть большая часть автоматизации требует хорошего знания, хорошего владения именно Google-таблицами. Итак, первый этап проведения и разработки – это регистрация участников. Мы задаем себе вопросы. Сколько участников мы планируем? Напоминаю, что веб-квест подразумевает заметно большее количество участников, чем вы могли бы пригласить в живую версию. Например, на движке Encounter проводятся мозговые штурмы, в которых участвуют несколько сотен человек. И при этом все вполне нормально работает и полностью автоматизировано. Нужно определить, сколько именно игроков вы собираетесь пригласить. Будут ли они сразу собираться в команды? Если да, то сколько человек в команде? Если нет, то как именно вы будете делить их на команды? На этом этапе… Я буду приводить все примеры на основе Google-таблиц. На этом этапе вам желательно получить табличку, где перечислены имена и контакты всех участников, если квест у вас индивидуальный, каждый участвует сам за себя, либо название и состав всех участвующих команд. Самые первые инструменты, которые приходят в голову при этом, это, конечно, анкеты формы. Google-формы, Яндекс-формы или вот такой прекрасный сервис, как Typeform. Некоторые ссылки здесь ведут на сервисы, некоторые ссылки ведут на инструкции по работе с сервисом на сайте «Сделано медиа». Поэтому тоже скачивайте презентацию, переходите и смотрите, какие именно сайты зашиты внутри презентации. Google-форм и Яндекс-формы несколько удобнее. У них интерфейс фрусифицирован. Есть довольно много инструкций по работе с ними. И такую анкету легко отправить как в форме ссылки, так и красиво, аккуратно встроить в электронное письмо. Typeform очень изящный, удобно настраиваться, адаптивный. Typeform и Google-форм удобно заполняют с мобильного телефона. Но Typeform интерфейс на английском языке. То есть какой вариант вам привычный, какой удобен. Конечно, Google-формы в этом отношении оптимальный выбор, потому что на основании данных анкет они автоматически формируют таблицу с участниками. Вы можете предложить регистрироваться сразу набранными командами, например, 5 человек в команде и 5 полей для заполнения в анкете. А можете предложить регистрироваться индивидуальным участникам и затем с помощью жеребьевки разделить их по командам. Я предлагаю два сервиса для жеребьевки Castloads и Rendrow. Первый попроще, он делит автоматически. Нужно просто вписать всех участников. У второго интерфейс с машинным переводом, он может быть не очень понятен. Нужно вписать количество создаваемых команд. Количество чаш – это ранги, например, как категории веса в борьбе. Поэтому количество чаш мы оставляем равным единице. И дальше вот в большом текстовом поле записываем имена участников, разделяя их, например, запятыми. Затем снизу у вас будет кнопка, нажимая на которую, вы получаете сразу сетку деления игроков на команды совершенно случайным образом. То есть вот таким вот образом вы можете провести жеребьевку и получить уже готовые команды. Итак, у нас есть зарегистрированное количество участников. И у вас имеется документ, в котором перечислены названия команд, их состав и контактные данные, к кому именно обращаться. Для команд, естественно, в анкете должен быть указан именно капитан, тот человек, который решает организационные вопросы. И именно через чьи контактные данные вы будете осуществлять коммуникацию с игроками. Следующий этап разработки и проведения квеста – это выдача маршрута или локаций. Маршрут нужен нам в том случае, если квест идет по определенному пути, проходит. Локации могут быть не так, как вы привыкли, реальными, а локации могут быть виртуальными. Например, вы делаете для квеста отдельную страницу сайта, где собирается вся информация. Это интернет-страница и будет являться локацией. Вы приглашаете совершить виртуальную экскурсию по Яндекс.Панораму. Яндекс.Панораму в этом случае тоже будут локации. Не отдельная точка на Яндекс.Панораму, а каждый отдельный сайт в этом случае или каждый отдельный сервис, или, что важно, каждый отдельный файл, который вы предоставляете игрокам. В этом случае мы будем считать их виртуальными локациями. В веб-квесте маршрут сам по себе чаще имеет декоративное значение и локации, как правило, открываются постепенно. То есть локация в данном случае важнее, чем весь маршрут. Для создания и выдачи маршрута вы можете использовать сервисы интерактивных фотографий. Типичный вариант Genial или Interactive. Они встраиваются точно так же на сайт, можно прямую ссылку предоставить на эти сервисы. И там может располагаться карта с символическим обозначением ваших виртуальных локаций. То есть есть какой-то маршрут. Интерактивные фотографии дают возможность сразу кликнуть на любую локацию и перейти выполнять задание на ней. Таким образом, команды самостоятельно выстраивают маршрут и порядок того, как они будут задание выполнять. То есть в том случае, если вы используете сервисы интерактивных фотографий, вы предлагаете команду самостоятельно выбрать порядок выполнения заданий и решения загадок. У вас нет возможности вручную, по очереди открывать каждый следующий этап. Если же нужно выдавать локации постепенно, в определенном порядке, в определенное время, то это вы делаете через ссылки на локацию. Естественно, ссылки можно присылать как угодно. Хоть в мессенджерах, хоть электронной рассылкой, хоть публиковать на стене вашей группы в социальных сетях. Для ссылок можно использовать QR-коды. Это тоже довольно очень удобный вариант. Или сокращатели ссылок. Основные это bit.ly и специальные сокращатели ссылок от контакта. Вот обратите внимание, что контакт, сокращая ссылку, сразу предлагают QR-код на нее. И такая ссылка сама по себе является загадкой, которую игрокам нужно решить. Самый простой вариант. Представьте себе сетку японских кроссвордов. Закрашивая определенные квадратики, штрихуя их, игроки получают QR-код, на который могут перейти. Им может потребоваться сложить пазл на отдельные определенные картинки и из них собрать QR-код. Вот такая вот ссылка с небольшим количеством символов может быть каким-то образом зашифрована. Вы, например, выдаете начало ссылки bit.ly, потом косая черта, а символы после этой косой черты игроки должны расшифровать или получить от агента, или получить в строго определенное время. Вот такие вот короткие ссылки и QR-коды – это как раз то, что вы можете прятать внутри своих загадок. Каждая такая ссылка ведет на конкретную локацию. В такой ссылке зашифровать можно что угодно, как сайт, так и ссылку на Zoom-конференцию с каким-то агентом, так и ссылку на прямое скачивание какого-то файла или открытие картинки сразу на весь экран. И даже презентацию, насколько вы помните, можно предложить в таком формате, когда она сразу запустится в режиме воспроизведения. Основное правило интернета – если до какой-то информации нельзя дойти за три клика мышки, люди теряют интерес и перестают эту информацию искать. Поэтому тоже смотрите и старайтесь, чтобы в ваших веб-квестах до каждой точки пути, до каждой загадки, задания или локации можно было добраться максимум за три клика мышки. Очень важный этап разработки квеста – это выдача загадок и заданий. На прошлом вебинаре я подсказывала, где можно посмотреть, как шифровать, но выдача не менее важна, чем то, как именно вы шифруете информацию. Вопрос, конечно, опять же в том, как этот процесс автоматизировать, как снять с себя вот эту вот работу, которая сама по себе довольно кропотлива. Ведь каждую загадку нужно придумать, прописать, оформить или красиво сверстать, да еще и в строго определенное время она должна появиться в доступе команд. Самый простой вариант – это, конечно, группа в социальных сетях. Вы заводите отдельную группу для участников квеста и в определенное время там появляется пост. Если вы используете, например, социальную сеть ВКонтакте, то вы знаете, что ВКонтакте можно выставить определенное время, когда именно пост будет опубликован. Таким образом, когда вы готовите квест, вы сразу все задания готовите заранее, все их публикуете на стене, но с тем, что они будут появляться в строго определенное время. Вот, например, в качестве примера хочу предложить вам ссылку. Это квест вокруг информатики. Это веб-квест, который проходит в группе ВКонтакте. Вы можете посмотреть, полистайте. Он проходит как минимум каждый год и, возможно, не по одному разу. Нужно довольно глубоко уйти вниз по стене. Но это хороший пример того, как выдаются задания квеста, как собирается информация о участниках. Так. Следующий вариант – это использование общих документов. Google Docs или, например, моя любимая онлайн-доска Miro, когда есть какой-то файл или какая-то доска, Trello, Padlet, любые варианты выбирайте, которые вам удобны, и вы с помощью них выдаете задания. Опять же, обратите внимание, нельзя делать так, что каждое задание будет находиться в отдельном документе. Либо вы на каждую команду расшариваете отдельный документ, в определенное время копируете и вставляете туда текст задания, и через тот же документ принимаете итоговые ответы или итоги выполнения заданий. Либо вы делаете общий документ для всех команд, при начале очередного этапа копируете туда задание, документ открыт только для просмотра, а не для редактирования. Когда время, отведенное на этап, заканчивается, вы задание стираете и вместо него копируете следующее. В таком случае ваш общий документ работает как витрина, где обновляется информация. То есть два варианта. Либо витрина для всех команд, для всех участников, либо для каждой команды отдельный документ, где они могут не только получать задание, но и сдавать результаты его выполнения. И, наконец, последний вариант. Это электронная рассылка. Тоже максимально автоматизированный способ. Вы можете написать все задания квеста заранее, настроить автоматическую цепочку писем, которая будет автоматически уходить к участникам. Если вы умеете работать с такими сервисами, то вы через них можете и собирать ответы на задания. Наиболее популярные – это MailChimp и MailerLite. Для ваших веб-квестов у них есть бесплатные тарифы с небольшим количеством писем и небольшим количеством людей, которым вы рассылаете. Вам достаточно собрать анкеты и все электронные адреса, на которые должна идти электронная рассылка, забить как раз в их базу. Вручную это не так сложно, если у вас человек 20, да даже человек 50, если участвует. Есть аналог электронной рассылки – рассылка в социальных сетях. То есть, в принципе, например, приложение Sendler, которое устанавливается в группу, и всем участникам этой группы присылает сообщение. Опять же, это приватно, видит только те, кто это сообщение получили, и для каждого из них открывается отдельный диалог. Это автоматизировано. Вы можете забить все сообщения заранее и указать время их рассылки. Но с такими сервисами несколько сложнее работать. Вот пример квеста, который проходил как раз в виде электронной рассылки. На сайте MadCats была информация. Авторы делали этот квест для того, чтобы повысить конверсию, для того, чтобы люди привыкли открывать письма от отправителя. Это квест не образовательный, это квест не для контроля или получения новых знаний, это квест маркетинговый, но тем не менее сам по себе довольно интересный. Вы видите, что можете вставлять картинки, можете вставлять медиафайлы, добавлять туда кнопки, которые будут вести участников квеста на различные ветки событий, выдавать разные, например, ссылки или разные локации. И сервис рассылки позволяет собирать статистику и сразу показывать информацию. Это эпизоды квеста, которые были отосланы в определенное время, и сразу можно посмотреть, кто их открыл, кто кликал, какие команды были более активны. И выгрузить, опять же, в виде наших любимых угол таблиц, для того, чтобы можно было всю информацию собрать в одном месте, проанализировать, и самое главное, отчитаться о результатах проведения квеста. Как вы относитесь к использованию платформы Learnis? Какие недостатки и плюсы? Насколько помню, это платформа, где можно сделать виртуальный аналог выхода из комнаты. В принципе, это хороший сам по себе вариант, но полноценный квест в нем провести довольно сложно, потому что, в принципе, задачи одинаковые, однообразные, и время занимает мало. Но вот делать веб-квесты Learnis одной из локаций, большого полноценного квеста, почему бы и нет? Это довольно интересно. И можно как раз, вот именно там, через зашифрованные какие-то задания, выдать с помощью шифровки Learnis ссылку на следующую локацию. Почему бы и нет? В качестве одного из эпизодов, да, хорошо. Но все локации делать в виде виртуального выхода из комнаты не очень интересно. Игроки довольно быстро заскучают. Тут как раз вся особенность веб-квеста в том, что задания и загадки на каждом этапе должны быть очень разнообразны. Веб-квест, как правило, идет дольше, чем обычный реальный квест. Понятно, да, что нужно время на организацию, на регистрацию, на сбор ответов. Это вопрос не одного дня. Такие квесты могут длиться и в течение месяца. И когда вы организуете вот такой вот веб-квест, нужно понимать, что выполнять однообразные задания игроки довольно быстро устанут. И они и в оффлайн-квесте быстро устают, а в онлайн-квесте тем более. Их интерес постоянно нужно подогревать. То есть вы даете задание, которое занимает 3 дня, например, на стене группы ВКонтакте. Вы даете задание, потом подогреваете интерес. Уже 3 команды прошло, 4 человека ответили верно. Через 14 часов на этой стене появится новое задание «Не пропустите». В 15 часов ровно на 3 минуты мы выложим бонусное задание. Кто успеет его выполнить, тот получит дополнительный балл. То есть постоянно должна идти вот эта коммуникация. Игроки не должны чувствовать себя покинутыми. Они должны постоянно чувствовать внимание, и они должны постоянно получать разные вызовы. То есть в квесте у нас одна из данных черт – это предельная интеллектуальная сложность. От других игр квест отличается тем, что это вызов именно нашему интеллекту. И загадки должны быть очень разнообразны. От очень простых, расшифруйте анаграмму, до довольно сложных, те, которые требуют длительного поиска в интернете, длительного изучения, перехода по нескольким сайтам. Я уже приводила, мне кажется, в одном из мебинаров пример, когда нужно было в загадке расшифровать, какой именно город загадан на Яндекс.Панорамах, какой город, какая улица и участок между каких домов. Это было видно в качестве загадки. А затем следовало задание. Нужно было перейти на Яндекс.Панорамах по этому адресу и прогуляться, вот виртуально прогуляться по этой улице для того, чтобы найти определенную машину. И вот это задание, в принципе, занимало довольно много времени. И это действительно был интеллектуальный вызов. Нужно было и расшифровать, и в то же время прогуляться, будучи внимательным и наблюдательным. И это задание могли одновременно выполнять и 10, и 20, и 30 игроков. Каждый заходит со своего устройства и ищет искомый автомобиль. На меня просто это задание, как видите, с вами произвело настолько сильное впечатление, что я спустя несколько лет его помню, потому что оно было сложным, и вот я, например, с ним лично не справилась. Я не смогла расшифровать без подсказки, какая именно улица была загадана в городе. Следующий этап разработки – это проверка ответов на загадки. Напоминаю, да, чем у нас загадки отличаются от заданий. Загадка, у нас, как правило, что-то в ней зашифровано, а задание нужно выполнять. Поскольку загадка – это что-то зашифрованное, то то, что расшифровывают игроки, может оказаться к паролям для получения следующего кусочка нашего квеста. То есть самый первый приходящий в голову вариант – это предложить командам страницу с паролем. Они разгадывают загадку и могут зайти, например, в запароленную страницу Genial. В запароленную конференцию в Zoom. Да, идентификатор конференции известен, но если они вводят пароль, то они могут пообщаться с агентом или с организатором, получить какую-то дополнительную информацию или пройти какой-то сюжетный этап. Также неочевидный, но какое-то время очень популярный вариант – это программы-архиваторы. Когда вы архивируете информацию, вы можете поставить на архив какой-то пароль. И очень сложный, и очень простой. Для программ-архиватора это не имеет значения. И как раз можно запаролить архив, разгадывать загадку, участники получают какую-то информацию, хранящуюся внутри архива. Другой простой вариант – это анкета. То есть те же Google-формы, Яндекс-формы, Type-формы и тестограф. Вот еще один интересный сервис. Здесь ссылка как раз на мануал по его использованию. И в такой анкете, в такой форме вы можете принимать ответы на задания. Этот вариант удобен тем, что все ответы складываются, опять же, в одну таблицу, и вы можете следить за прогрессом команд. То есть в форме вы просто настраиваете выпадающее поле, выберите название своей команды, и тогда у вас все в таблице попадает в правильные ячейки. Можно легко посмотреть и проанализировать. Опять же, такие формы учитывают время, когда был сдан ответ, а значит, вы можете посмотреть, кто из игроков первым выполнил задание. Итак, два основных варианта. Ответ на загадку можно принимать в анкете, а можно делать эту загадку только частью какого-то этапа, когда основная информация о задании будет лежать на запароленной страничке. И вот в качестве примера этот как раз тестограф-сервис, когда вы предлагаете заполнить различные поля, потом можно проанализировать итоги или выкрутить в виде таблицы. Даже вот так вот посмотреть, кто ответил раньше, кто позже, кто дал большее количество правильных ответов. Мне больше импонирует вариант, в котором ответ на загадку является частью этапа квеста. То есть загадка – это не итог прохождения этапа квеста, а только ключ, только пароль к получению настоящего задания. То есть я вот предпочитаю именно такие варианты. Сначала мы поломали голову, решая загадку, а потом получили задание, которое требует уже больше времени на выполнение. Ну и поскольку у нас была возможность принимать ответы на загадки, у нас должна быть возможность принимать и результаты выполнения заданий. Тоже, да? Логично следует. Что может быть результатом выполнения задания? Конечно, медиафайл. Фото, видео, аудио можете принимать на почту, можете принимать в каких-то личных сообщениях. Интересный вариант в веб-квестах, когда участникам по результатам выполнения задания нужно опубликовать пост в социальных сетях. Они публикуют пост и скидывают вам ссылку. Тоже по любому удобному каналу связи. Реже используемый, но тоже интересный вариант. Результатом выполнения задания может являться производство совместного файла или создание чего-то в совместных сервисах. Нам подсказывают, что ресурс, который тоже можно использовать, называется квест-отдел, конструктор квестов. Да, тоже видела эти варианты. Но видите, здесь тоже для квест-отдела квест подразумевается как движение по определенному маршруту. Веб-квест предпочитает все-таки вариант именно мозгового штурма, когда много различных заданий, когда нужно выполнять и возможность собирать какую-то картину, непротиворечивую картину мира. То есть дедуктивные квесты, например, очень легко раскладываются в варианте веб-квеста. На каждом, например, из 12 этапов нужно получить кусочек картинки, которая сложится потом в полноценное изображение. Можно на каждом из этапов получить кусочек ссылки, потом всю эту ссылку в целую собрать и перейти на сайт с какими-то электронными подарками. Почему бы и нет. Итак, результатом принятия заданий может служить работа в совместных файлах или сервисах. Особенно это справедливо для сетевых проектов, когда по результату создается какой-то медиафайл. Например, есть возможность на Яндекс.Картах и на Гугл.Картах нескольким пользователям совместно создавать свою уникальную карту, добавлять на нее точки с информацией и описанием. И ссылка на такую карту может как раз являться результатом выполнения заданий. Аналогично можно сказать и о таймлайнах. Сервис Timeline.js работает на основе Google таблиц. То есть все участники могут одновременно заполнять одну Google таблицу, а таймлайн.js автоматически ее визуализируют в красивый интерактивный таймлайн. Точно так же можно собирать на МИРО какую-то информацию. Например, собирать калаш, доску с изображениями, доску с информацией, коллекцию контента и так далее. Можно совместно создавать сайт или лонгрид. Используют, например, сервисы вроде Тильды, или если кто-то умеет заполнять админки WordPress, или просто написать лонгриды в том же Телеграфе или в других сервисах, которые позволяют это делать. Лонгрид можно и в том же ВКонтакте собрать. Если назначить несколько человек редакторами группы, то эти участники могут вместе работать над одной статьей ВКонтакте. Вот пример доски МИРО, где команды записывают видеоролик, создают какой-то видеоролик и затем размещают на доске МИРО. Сразу видно, кто из участников сдал свое задание. Можно посмотреть, кто загрузил его раньше, кто загрузил позже. Перейти, посмотреть видео, оценив какие-то результаты. То есть вот как раз совместный документ может являться результатом выполнения квеста. И он может быть совместным как для всех команд, для всех участников квеста, так и каждая команда может создавать индивидуальный такой документ. Если есть еще какие-то сервисы, идеи, пожалуйста, подсказывайте. По-моему, мы сможем собрать еще более полную, еще более полезную для нас коллекцию инструментов создания веб-квеста. Следующий этап разработки и проведения – это встреча с агентами. Как я говорила, агенты – это могут быть модераторы квеста, люди, которые следят за правильностью выполнения заданий, за соблюдением правил самой игры. Так это могут быть и актеры, которые отыгрывают определенную роль и помогают двигать сюжет. Для встречи с агентами, мне в голову приходят сразу два основных варианта, это встреча с живым человеком, то есть проведение видеоконференции в Скайпе, в Зуме или использование голосового чата в Дискорде. Если наш квест театрализован, если у него есть какой-то сюжет, то от актера, скорее всего, требуется создание какой-то определенной атмосферы. То есть как минимум заменить фон, чтобы это была не квартира, а, например, невероятный воздушный замок. А может быть и сам актер должен быть в образе. Его можно переодеть в реале или использовать программу «Снэп-камера». Это сервис от Снэпчата. Программа ставится на компьютер, запускается, выбирается маска, например, маска какого-то животного, маска волшебника, и затем уже запускается Скайп или Зум, и человек на экране через снэп-камеру. То есть используется не просто вот веб-камера, стоящая у вас на компьютере, а сигнал идет через приложение снэп-камеры, и игрок видит перед собой на экране, например, мага, волшебника или животного помощника. В голосовом чате проще, да, тут работает только голосовой канал, но для него тоже можно идти приложение, которое искажает голос, сделает им каким-то особенным. Так, использовать как задание квеста, ребусы и логические задачки. Да, ребусы – это один из основных вариантов шифровки, да. Второй вариант – это использование логических и математических шифров. Есть еще нестандартные шифровки, когда ответ прячется технически. Например, вы показываете картинку какую-то на экране, а правильный ответ – это название картинки. Нужно открыть в новой вкладке и посмотреть, как сайт называется. Или когда пишут невидимым текстом. То есть совершенно разные варианты, в том числе и технически. Я какое-то время собирала разные варианты, разные идеи, как можно зашифровать, и очень много вариантов было именно на шифровку с помощью файлов. Например, архив, внутри которого архив, внутри которого архив, архив, архив. Вот такая вот матрешка. И нужно до самого последнего архива найти, чтобы получить ответ. Некоторые из этих частей матрешки могут быть, или все, например, могут быть еще дополнительно защищены паролем. И если не живой человек, то можно предложить в качестве агента чат-бота, искусственного собеседника, у которого есть определенный алгоритм. С чат-ботом проще и сложнее одновременно. Проще в том, что у него есть четкий алгоритм действий, и игрокам нужно общаться определенным образом, использовать определенные ключевые слова для того, чтобы получить ответ. Живой человек может забыть что-то, может замяться, может раньше времени выдать нужную информацию. А чат-бот этого недостатка лишен. С другой стороны, его нужно сначала, первоначально запрограммировать, что, опять же, потребует определенной логики, определенного знания сервисов. Я привела три сервиса. Это, если не ошибаюсь, рабочат.io сервис. И вот здесь такая логика выстраивания блоков и вариантов ответа. Такой чат-бот может существовать автономно, к нему может быть доступ по ссылке. Также можно создать чат-бота для каналов Телеграме или для группы ВКонтакте. Согласна. Это на панте тоже можно делать. Он дает как раз возможность работать совместно, совместно собирать информацию. Все онлайн-доски хороши и прекрасно подходят для создания, для выполнения заданий квеста. Следующий этап – это автопереходы и таймеры. Автопереходы и таймеры нужны для того, чтобы игроки не застревали на каких-то этапах квеста, для того, чтобы наш квест проходил динамично. То есть первое, что приходит в голову, это автоматически в определенное время выдавать задания с помощью e-mail-рассылки или заранее настроенных постов на стене социальной сети, а также закрытие приема анкет. Если вы собираете результаты через Google форму, через Яндекс форму, можно указать, до какого времени действует сбор ответа. Да, и Learning Apps тоже прекрасный вариант. Мне кажется, если пройти по презентациям спикером Директ Академии, можно собрать невероятно огромную коллекцию сервисов, которые могут помочь как раз в разработке квеста. Также, если вы используете в качестве площадки квеста свой сайт, то вы можете поставить на него публичный таймер, который будет отчитывать время до окончания квеста или время до окончания задания, время для выдачи подсказки. Такие публичные таймеры поможет сделать сервис Инфограм. Здесь как раз ссылка на инструкцию по использованию. Сервис и секундомер и сервис Мега Таймер. Вот это как раз сервис Мега Таймер. Он довольно строгий в дизайне, мне нравится больше. И вы можете выставить таймер, поставить, например, на определенный промежуток времени или время до появления следующего задания. Здесь есть простые настройки дизайна, простые настройки внешнего вида этого таймера. И затем, как код, вы добавляете его на свой сайт. Ну и раз мы говорили про автопереходы и про таймеры, естественно, нужно упомянуть несколько слов про бонусы и штраф. Как участники получают поощрение за выполнение заданий и как они штрафуются за нарушение правил. Здесь степень автоматизации крайне низкая. В этом плане сложно что-то автоматизировать без специальных движков. Публичные сервисы, бесплатные сервисы не дают нам полноценных возможностей. Например, бонусное задание может открываться по паролю. Штрафную подсказку вы осуществляете вручную. Присылаете капитану команды правильный ответ, чтобы он мог пройти дальше. И в табличке помечаете, что он получает штраф. Я хочу показать пример того, как по паролю открывается бонусное задание. Для этого я предлагаю использовать сервис Geniali. У команд в самом начале есть страничка с бонусными заданиями. Они зарабатывают ачивку. И эта ачивка дает им пароль на выполнение бонусного задания. То есть схема такая. Если ребята молодцы, то во время прохождения квеста они получают пароли. И вводя их на этой страничке Geniali, у них есть простое, не более 5 минут на выполнение, бонусное задание, которое добавляет им итоговые баллы. Сейчас я расшарю экран и покажу, как это может работать в реале. Я надеюсь, сейчас видно. Вот страничка с бонусными заданиями. Можно кликнуть на одно из них и откроется вот такое окно. Если первые из команд выполнили, прошли определенный этап, то у вас есть какой-то бонус. Я вот, честно говоря, уже не помню, какие я здесь пароли установила. Нет, не такой. И по его открытию выполняется... По введению этого пароля открывается бонусное задание. Только вот здесь вот такой вариант. В анкете регистрации была малозаметна подсказка на наблюдательность, на внимательность. Увидели этот пароль, можете его сюда ввести. По-моему, это выглядело вот так. И вот открывается бонусное задание, сделать какую-то определенную фотографию и выслать ее организатору. То есть бонусные задания должны быть простыми, должны быть короткими. И вот в моем варианте как раз бонусные пароли игроки получают не за выполнение заданий, а за наблюдательность, за внимательность, за скорость, за общительность, если, например, агент, с которым они общались в видеоконференции, решает их поощрить. Про сервис Genial я говорила на треке, посвященном презентациям. Вы можете посмотреть вебинары, посмотреть, как работать с этим сервисом. И там, в том числе, в одном из вебинаров я показывала, как выставлять пароли на отдельные странички. Спасибо, что делитесь в чате своими любимыми сервисами. Следующий этап разработки и проведения – это подведение итогов. Мы определяем, кто сколько бонусных баллов заработал, кто занял первое место, кто занял второе место, и показываем результаты нашим командам. Естественно, основной инструмент – это, конечно, Google таблицы, Google спредшипт. Например, если вы собираете задания и загадки с помощью Google форум, то как раз у вас формируется такая табличка с итоговыми показателями. Можно вручную добавить бонусные баллы или отнять штрафы. Показать результаты вы можете с помощью инфографики, сервиса DataWrapper или Flourish. И вот тоже один из таких примеров, который я хочу показать – это итоговая инфографика Flourish. Вот здесь в сервисе вы заводите таблицу с именами участников или названиями команд. Можно указать, как в столбике B сделано, ссылку на аватарку команды или на аватарку участника. И дальше просто в эту таблицу по мере прохождения этапов записываете баллы накопительным итогом. То есть плюсуете полученные баллы к баллам предыдущим. И вот в качестве примера, сейчас тоже я расшарю свой экран, может получиться вот такая вот... Так, прекрасно. Куда у меня пропала табличка? Да, мы все, наверное, хором рекомендуем Flourish. Вот посмотрите. Здесь сейчас по набранным очкам. То есть сразу видно, кто занял первое место, кто занял второе место, кто занял третье место. Вот в режиме реального времени будут обновляться, когда будут заходить на страницу подведения итогов участники, они будут сразу видеть, кто шел первым, кто шел вторым, кто кого как обновлял. Здесь учитываются и бонусы, и вот штрафы. Все здесь прописано. Можно кликнуть на какой-то этап и откатить, посмотреть состояние таблицы на определенном этапе. Можно переключить на режим отображения ранги. И здесь будет показано... Так, наоборот, это были ранги. Сейчас вот на очки переключу. И здесь показано, кто... Сколько баллов набирал. То есть если там были указаны в рангах места, то scores — это набранные баллы. И вот здесь сразу показано, да, что, например, Анатолий выиграл с 60 набранными баллами. Вот таким вот образом. По-моему, удобно, наглядно и интересно, да, если вы ведете не Google таблицу, а сразу вот в Flow, решите, добавляете данные, потом просто нажимаете «Обновить проект», и у вас на сайте все автоматически обновляется. Естественно, кроме вот таких вот сервисов, есть некоторые универсальные инструменты, которые могут закрыть сразу все задачи квеста, которые не являются полноценным движком, но большую часть функций можно в них собрать. Это мессенджеры, телеграммы, ватсап. Специальные сайты, например, на Google сайте можно собрать сайт, да, вставить туда айфреймами те же таймеры, те же итоговые таблицы. Для тех, кто умеет, это можно сделать на WordPress, на Tilde, особенно если есть платный вариант Tilde. И можно собрать свое собственное приложение, которое как раз и станет отправной точкой участника. То есть в данном случае, используя универсальный инструмент, вы делаете одну точку входа в квест по одной ссылке, то, что можно открыть, и уже там собираете всю информацию. Например, интересный вариант – это сервис Glide, который позволяет из Google таблиц собирать вот такое вот веб-приложение, которое открывается в браузере, но лучше всего, конечно, работает на телефоне. И на каждый этап квеста вам нужно создать отдельную табличку и туда уже по очереди добавлять информацию. Я когда тестировала, тоже пробовала собирать варианты. То есть выглядит именно как мобильное приложение на экране мобильного телефона. Снизу есть кнопки, вкладки, между которыми можно переключаться. Например, на втором этапе квеста участники добавляют точки на карту, собирая информацию. Например, добавляют какую-то точку о путешествии героев в Жюль Верне, как обычно. Вот здесь вот можно добавить свою точку геокоординатами или каким-то адресом, и она уйдет и добавится на общую карту. Где-то нужно выбирать, например, любимую книгу, выбирать варианты, и можно кликать, отмечать, какая из книг самая любимая. Все это работает на Google таблице. То есть каждая отдельная вкладка – это отдельная Google таблица. Как видите, например, второй этап сейчас закрыт. То есть можно закрыть доступ. Можно доступ к этому приложению поставить по паролю. И вот у вас есть Google таблица, куда вы добавляете информацию, заголовки и уже тексты. Сюда можно добавлять и ссылки, например, на медиафайлы. Тоже все кастомизируется, все настраивается, и есть возможность собрать такой веб-квест бесплатно. И, как я обещала в конце, несколько слов про сетевые проекты. Сетевые проекты – это, наверное, именно та тема, которая более популярна в учреждениях культуры и в образовательных учреждениях. И от обычного веб-квеста сетевой проект или сетевая акция отличается тем, что целью его является совместность создания медиапродукта. То есть мы не просто проходим определенные этапы, мы делаем какой-то общий медиапродукт, который собирается усилиями всех участников, всех команд. То есть результатом может как раз стать какой-то объемный лангрид, коллекция контента, видеоролик, таймлайн, карта краудсорсинговая, совместно собранная информация. Сетевые акции бывают совершенно разные. Вот, например, в библиотеках их можно разделить на исследовательские, познавательные, литературные. Можно как раз создать вот такую классификацию для ваших школьных сетевых проектов. Можно разделить, например, по тем предметам, с которыми вы работаете. И чтобы посмотреть и вдохновиться примерами, я рекомендую зайти на сайт «Началка». Там очень много как раз примеров сетевых проектов. Ссылка вот здесь приведена. Многие из них как раз работают на основе карты. Здесь вот тот пример, про который я рассказывала, «Путешествия с литературными героями». О том, как авторы их разрабатывают и о том, какие сервисы они применяют. Вот здесь вот как раз онлайн-доска использовалась, только не «Палит» и «Немиро». На сайте «Сделано медиа» есть интервью с автором одного из таких сетевых проектов. Можно зайти, почитать и узнать, что именно автор разрабатывал, сколько времени у него на то ушло, как аудитория восприняла этот сетевой проект. Если у вас есть еще какие-то вопросы по разработке веб-квеста, если вы хотите предложить еще какие-то инструменты или показать ваш собственный пример, можете обратиться ко мне в социальных сетях или написать на электронную почту. Я напоминаю, что через неделю в четверг будет следующий вебинар, который будет посвящен уже разработке дедуктивных квестов. Участники дедуктивных квестов будут из кусочков информации собирать пазл, собирать непротиворечивую картину мира. Я обещала показать пример того, что можно. И, возможно, я предложу вам поработать вместе со мной и расписать как раз дедуктивный квест уже для ваших целей. Да, Вики Сибириада. Большое спасибо, я потеряла ссылку. Я помню, что было с таким названием. Обязательно себе сохраню. Спасибо огромное. В записи появится на канале Директ Академии. Как обычно, Павел Юрьевич обычно ссылку выкладывает. Я с вами прощаюсь. Спасибо вам огромное за внимание, за активность и за подсказки по сервисам и по сайтам. Жду вас на следующем вебинаре. Пока.